Пару раз засыпилась, а так нормально. Эти статуи символизируют разведчиков, который посылал Можутку Томатула вперед, чтобы они разведали, что это же земля такая. Пару с островом – это национальный парк, и туристам положено гулять только в местах археологической славы. Чтобы увидеть остров Пасхи изнутри, нужно, конечно же, перелезать через заборы, что мы и делали. Умный в гору не пойдет, нормальные герои всегда идут в обход, это все не про нас. Совсем другое ощущение, когда ты идешь по тропинке один, а не в толпе туристов, можешь остановиться где хочешь, делать что хочешь, и когда перед тобой открываются огромные просторы, ты чувствуешь себя немножко первооткрывательным. Это очень странные домики, сюда даже поместиться нельзя. Там, наверное, вообще длина вот такая, размером с меня и все. Там, я даже вот так просто хожу, чтобы не упереться в потолок и ничего не разрушить. Посмотрим. Да, запах сырой. На самом деле, черта эта большая, но не уютная. Да, хорошо, мы постараемся долго не есть. Это самая эрозия почв. Мы высадились в бухте Анакена. Мы увидели, что по пляжу идет женщина с мальчиком. Мы подошли к ней, и она сразу же протянула нам руку. Ну, давайте знакомиться. И сказала, меня зовут Тауранга, а этого мальчика зовут Кайло. Настя сказала, что ее зовут Анна, потому что иностранцам нелегко было уговаривать Настю или Анастасию. И женщина сразу ее дозвала. О, Агита, пойдете к летней кухне. Я вас там чаем допою и все такое. Там чайники кипятятся, прям кухня как будто в саду. Там классно. Курица бегает со своими цыплятами. И вообще, я не могу передать свой восторг. Прям такое ощущение, будто это свой дом, родной край. Родители спросили у одного мужчины, его зовут Хулио. Он помощник Тауранге? Или она его помощница? Ну, короче, они работают вместе. Он присматривает за тем, чтобы какие-нибудь туристы-хулиганы не подобрались к статуям. Когда мы его спросили, можно ли мне покататься на коне? Ну, он сказал, что у меня есть один друг, у него есть конь. И, может быть, он даст вам покататься. И исчез. И скоро из того направления, откуда он ушел, выехал кабальер на коне. Привязал лошадь и подошел к нам. И представился, типа, меня зовут Андрес. Кстати, похожее имя моего папы зовут Андрей. Интересно ведь? И да, мне покататься на коне. Мы сразу пошли гулять. Папа, я и конь. Втроем. О, цыплята, гляди, мам. Да, я видела. Я видела там, в боте. А, много лет? Как ты можешь дать? Ты думаешь, что он хранится? Ну, не заинтересно. Втроем два-часа, трех-часа. Не знаю. Втроем вето. Втроем вето. Втроем вето. Втроем вето. Втроем вето хорошо, Еще на острове Пасхе кокос очищают как первобытные люди. Они просто очищают эту чешуру волосатую просто от пенька острого, без всяких топоров, без ножей. А верх кокоса самого ударяют камнем. Сладкий сок. Вкусночища. Сейчас папа скрывает кокос с пасхальчиком бедалем. А здесь кокосы вот такие, как в стаканчике. Можно из них пить. Вот так. А еще мы с этим Кайло-мальчиком бегали за цыплятами. Они как сумасшедшие от нас бегали. Кайло даже один раз поймал цыпленка. Ну, дал его мне. А он то ли вырвался, по-моему. То ли я его отпустила. Ну, я просто не люблю, когда животные страдают. А еще мы были, когда куда-то на прогулку шли. Мы увидели одно место. О, Боже. Вспоминаю, мне даже плакать охота. Там, где вымирает конь. Вы представляете? Мы увидели скелеты коней. И одну лошадь, еще живую, но которая уже готовая была откинуть копыта. Она будто и правда умирает. Ну, она... Да, просто так лошади не лежат. Тем более вот так. Тем более не двигает. Что здесь лошади? Эта лошадь еще живая, но очень, блин, плоха. Не знаю, что это такое. Может быть, какая-нибудь зона, где болеют звери. Или что такое вообще? Почему именно там они вымирают? Там куча костей. Ну, лошадь. Прям видно, что она лежит, дышит тяжело, но не может подняться. Одним из самых наших захватывающих и масштабных походов был поход на вершину вулкана Раму-Рарапа. Мы не сами придумали туда идти. Мы подглядели за мальчишками-шведами, которые, едва прибыв в бухту Отуити, предприняли вылазку на берег. И потом мы с яхты наблюдали, как две движущиеся маленькие фигурки по самой кромке, по самой верхотуре идут. Мы поняли, что это ребята, сфотографировали их, потом вручили торжественную фотографию. И с тех пор закралась наша голову идея, что хорошо бы и нам залезть туда, что же мы хуже, что ли. И, конечно, мы собрались в один прекрасный день и пошли в поход на этот вулкан Раму-Рарапу. Сейчас мы будем залезать на эту гору Раму-Рарапу. Не знаем, как по колечкам полезем. Там статуи вырывали. Прямо под вулканом живет какой-то фермер. В маленьком доме. Маленькой солнечной панелькой. Вот эти кусты, это гуаявные деревья. И вот он, маленький гуаявный плод где-то там. Только мы можем, без страшно, через их пробираться. И то, что смотрится издалека травушкой, муравушкой по колено на поверху, оказалось кустами с колючками, с человекоростом. Несколько раз мы преодолевали преграды в виде колючей проволоки. Мы наивно полагали, что проволока-то натянута для коров, возможно. Ну, или для каких-то туристов, для которых колючая проволока является свидетельством того, что туда ходить не надо. Мы не такие, поэтому мы через колючую проволоку лезли. Потом мы лезли по этим кустам, по каким-то болотным кочкам. Неудобно. Стоп, 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 попу ниже. Думают, что нас остановят заросли и проволоки. Нет, не остановят. Русские не знают. Алада была очень приключеннелюбивая. Мы с ней пели героические песни. Забирались вот в обход, в обход, в обход. Не знаю, сколько километров составил этот крюк, но все-таки мы забрались на саму вершину кратера. Кратер этот обвалившийся, и вот эти две горы вот так. Это часть кратера. Ой, мамочка. Да, мама? Наверное. Наверное, это лошади, какие-то тропинки протопали. О, а здесь мне вообще по голову. Это точно. Ой! Ну, хороший. Вот так же я и споткнулся почти. Тогда. А дальше я уже в тупике. Я прямо в капкан попала между ними. Если бы я не была такая приключеннелюбивая, то я бы ни за какие деньги не полезла вот так. Ох! 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 Да уж, грязные мне ноги. Вот какие. Ох! Чё. Держусь на тропу, чтобы не свалиться. Я уже даже не думала, что здесь так будет тяжело пробираться. Я думала, просто тропинка с каким-то деревьями, и всё. А на самом деле, тут деревья по голову где. С берега видна, как спина верблюда, две горы с той стороны внутренности кратера и с обратной стороны вот этого кратера, за озером, которое внутри находится. Там уже стенки обвалились, и более всё это пологое. Ну, вот мы пошли в поход, забрались на самый верх. На верхушке нас ждало удивительное событие. Мы там поймали интернет. Провели даже коротенькую прямую трансляцию о том, где мы вообще оказались. Когда с одной стороны обрыв в пропасть, и дальше ты видишь платформу Танго-Рики, и потом прибойная океанская волна. А с другой стороны кратер вот с этим самым удивительным тростником Тоторо, который растёт только на озере Титикака и здесь. И оказалось, что внутри кратера вот такие же огромные статуи, по плечи зарытые в землю, тоже имеются. Мы сделали небольшой пикник на вершинке этой горы и решили спуститься, посмотреть к этим статуям. Где-то там вдали пара человек тащили какой-то тюк. Мы подумали, о, вроде бы там дорога, может быть, нам не придётся обратно лезть через кусты, через вершину. Мы сможем выйти там по дороге и вдали от обелечиваемой территории пройти, выйти по полям на волю в помпасы и, в общем, вернуться к своей бухте. Следующие кадры, они уникальны. Они сняты в том месте, где туристов совсем не пускают. И нас заставили их удалить, охранники, которые нас поймали. И чудесным образом мы, конечно, их восстановили. И вот теперь они здесь. Наивно полагая, мы начали спуск. Тут прискакал вдали какой-то кабальер внутрь кратера. Помахал нам рукой заботливо. Типа, давайте, ребята, сюда. Мы такие думаем, ну, наверное, уже живет за нас. А пошли какие-то низкие тихон. Пошли, я сначала свалилась, воню я там свалилась. Вот, кабальеру уехал. Я свалилась. Вот это кратер вулкана. Там есть озеро. И растет необыкновенный тростник. Который, если его разрежешь, то он будет не круглый, а треугольный. Надеюсь, мы туда попадем и нам достается хоть один тростничок. Пользуясь случаем, капитан с Юнгой сгоняли, сорвали эту тростинку внутри кратера. Потом мы подошли к первым нашим таким большим головам внутри кратера. И тоже за ними наблюдали завороженно. Это было очень здорово, потому что никого нет, кроме нас. Тихая-тихая гладь озера, заросшего этим удивительным тростником. В нем отражаются облака. А мы слушаем тишину. Сверчки и цикады стрекочут вовсю. Никого, никаких табличек, никаких загородок. Только мы и вот эти вот удивительные монументальные статуи. Но потом тишина нарушилась жужжанием дрона. Как-то прилетел посмотреть, потом опять улетел. И через пять минут прискакал другой кабальера. Совершенно озверевшее его лицо выражало. Папа, я не говорю, на каком языке, кроме русского? Все, что оно могло выразить, если он хотел нас покарать. Он сказал быстро за мной, стоять, иди за мной, не отходить, быстро, здесь, вот так. И вот таким вот образом, какими-то резкими там выкриками, короткими, преимущественно на испанском языке, он сподвиг нас идти за ним. Лезем, 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 там рейнджеры стоят, и будут они нас в тюрьму сажать сейчас. И мы такие идем рядом с конем по полю. Я говорю, Андрюха, как ты думаешь, нас сразу в тюрьму посадят или сначала пытать будут? И Андрюха очень таким серьезным голосом сказал, не знаю, Мариночка, не знаю. Тут я поняла, что дело пахнет керосином. Если бы не была такая приключенческая и смелая, то я бы уже давно бы рухнула, как стеклянная башня, в которую попали горящие смелы. Русскому ничего не страшно. Да, да, что... Сверху прошла, нет? Ну, проходишь, проходишь. Оделась снизу. Да. Аккуратно, Мамочка. Всего-то проволока. Мне же как-то центр тяжести, руку давайте. Только не тени просто держи крепко. А то и штаны. Да штаны порвала. Да штаны давно уже порвала. Ну, в общем, пока мы шли, разговорили все-таки этого кабальеру. Как-то сквозь зубы он начал с нами разговаривать. Мы, в общем, рассказали ему, что мы вообще не имели какой-то там провокационной идеи забраться на охраняемую территорию. Мы вообще из похода шли. Мы вообще вот с той стороны, где ни о каком национальном парке, ни одной таблички предупредительного знака нет. И вообще мы так-то планировали обратно спуститься с того кратера. Если бы не кабальера нам помахавшим, мы бы так бы и сделали. Спросили, как его зовут, какие имена у его детей, как, что. В конце концов он смягчился, заулбался, сказал, юнги садиться на его коня. И дальше мы продолжили путь уже с кабальершей. Походу мы нам рушили все бысливые и дебысливые правила. Я наивно начала снова фотографировать. И когда мы уже стали подходить к каким-то с постройкам, мы уже поняли, что это и есть вход в национальный парк, такие монументальные ворота. И там стоит разъяренная фурия, про которую наш друг по имени Анакена, кстати, сказал, что я-то ничего кабальера добрый, а вот моя начальница сейчас она вам даст. Короче, мы такие, ну ладно. И начальница дала. В общем, со всей силой, вложенной в нее рапануйскими предками, она орала на испанском языке, какие мы чудовищные люди, и что нас нужно немедленно в тюрьму. Но мы с Рлаунову сказали, что мы не говорим по-испански, и между нами и ней появился буфер в виде интеллигентного, полноватого парня, говорящего по-английски. И уже через переводчика ее команды нам смягчались несколько, наши ответы до нее доходили тоже не напрямую. Это нас, наверное, и спасло от кровавой расправы. Я говорю, что, Андрюх, все, нас в тюрьму-то теперь будут сажать. Он говорит, да ладно, расслабься. А на следующее утро мы проснулись от того, что жужжит мотор, и выглянули на палубу, а к нам подходит серый такой этот катер, на котором написано «Армада до Чили», и такие несколько военных стоят. Я думаю, ну все, попали. Ну, на самом деле, это был просто рейд. Никуда мы не попали, все было хорошо. Такое ощущение, что ты первооткрывач. И какое-то такое приключенческое ощущение, и сразу охота что-то такого сделать. Пройти много километров, взобраться на гору с колючками, как вы уже делали. Нарушайте правила. Это интересно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ставьте лайки, они очень вдохновляют. Пишите комментарии. И приходите в мой инстаграм. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на наш канал, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok